В 101-й школе гимназии прошла акция «Помоги ребенку пострадавшему в ДТП». Данная акция была инициирована Управлением дорожной полиции в период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!». Мероприятие прошло среди представителей больницы имени Макожанова. Не секрет, что наша страна уделяет огромное внимание здоровью, образованию и благополучию подраставшего поколения. Для этого уже со школьной скамьи надо формировать культуру здорового образа жизни. С этой целью и была создана акция «Неделя здоровья», которая проводилась среди школьников с 3 по 8 сентября. По словам организаторов мероприятий, детский дорожно-транспортный травматизм происходит в начале сентября, то есть, когда отвыкшие из-за лета от того, как нужно вести себя на дорогах. Учащиеся 9-х и 10-х классов старались проявлять активность в данном мероприятии. Я часто езжу в город к репетиторам и замечаю очень часто много таких ситуаций, когда почти, еще бы чуть-чуть, транспортных происшествий. И это действительно очень страшно, но больше всего поражает, что люди просто столпятся вокруг и смотрят. Некоторые даже не додумываются позвонить в скорую помощь. Поэтому это очень полезно, что проводят подобные курсы. А психологи и травматологи считают, что, безусловно, травмы, полученные в результате дорожных происшествий, являются травмами с последствиями. Если ребенок после аварии оправился и в внешне незаметное отклонение в здоровье и в поведении, ошибочно считать, что ребенок излечился самостоятельно. Бывают случаи, когда этот же ребенок становится свидетелем какой-либо аварии, и тогда все психологические проблемы выходят из подсознания и проявляются каким-либо психическим заболеванием. Поэтому, говорят они, помощь психолога таким детям обязательно. Акция очень полезная. На конкретных примерах детям рассказывают, как помочь ребенку пострадавшему в ДТП, как оказать первую помощь. Были разобраны правила дорожного движения очень подробно. Я думаю, что дети будут соблюдать правила дорожного движения. Будет акцентировано внимание детей именно на соблюдении правил дорожного движения в первые дни сентября. Это особенно важно, потому что пик детского травматизма приходится на начало сентября. Со слов сотрудников Управления дорожной полиции, демонстрационный материал, а также опыт проведения акции «Помоги ребенку пострадавшему в дорожно-транспортных происшествиях» будет направлен в школы области для проведения подобных мероприятий. Мирам Гусалкинбаева, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.